Царь, Небесный, Держите души и силы, Держите, Дерцы, истя исполняй, Сокровища Боги и Жизни Подателю Берите, истяны, и очисти меня, святки оскверлены, И спаси Божьей Души Нашей. Господи Боже наш, благослови нас на это собрание. Прибудь с нами Духом Святым Твоим, дабы нам быть исполнителями Слова Твоего, а не слушать я не только. Слава Тебе за все, благослови. Аминь. Аминь. Второе послание Коринфе, глава, 15 стих. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его, со страхом и трепетом, толкованием. Всеми словами хвалит Кита, что и они полюбили его, как связанного с ним и пламенно любящего их. Поэтому и сказал в сердце его, дабы показать силу и горячность расположения искренней любви его. Выставляет причины такой любви к ним Кита, показывая, что они сами подали повод к такой любви, как вместе с ним побуждая их больше любви. Ибо вы не просто показали любовь к нему или попечение о нем, но и послушание, приняв его, как дети отца, и в то же время, как начальника, со страхом и даже трепетом. Сим самым свидетельствует о сугубо добродетели их, о любви, как к отцу, и о страхе, как к начальнику. Так что в них ни любовь не ослабила страха, ни страх не отравила любви. Ну, о чем речь идет? Давай начнем с тебя. Сразу скажи, ты не понял, посчитай потом. Мне гребень, что-то тянуть. Не можешь сокрытись дальше. Начнем с тебя. Ну, ну-ка, хоть вот так сиди тебе как-то. Учитель-то в стенку бьет. Вот понимаешь, как вот жизнь свою начинаю рассматривать. Вот скажи, когда в школе ты учился здесь, сколько раз учитель повторяет одно и то же, чтобы ты понял. Сейчас еще не говорят, а у нас было так, что уже спрашивают. Вот представь себе, я просто пример говорю, как по-плоцкому люди стараются. Немцы захватили юг. И сразу же указание было набрать в возрасте до 12 лет мальчиков нормально. И сразу начинать их обучать. И сделаем из них хороших разведчиков. И вот прошло сколько-то уроков, учитель приносит фотографии. Допустим, 10 фотографий. Положил на стол, так, подойдите, посмотрите. Все посмотрели. А вот посмотрите. Вот здесь. Это дети их. Кто, неизвестно. А теперь слушайте запись. Включают запись. А сели на парты. Слушать. Мама, можно я маленько задержусь? Дочка, нельзя тебе. Я сказала, всегда вовремя приходи домой. Ну, мама, один раз я все сказала. Трубка зашла. Так. Кто разговаривал? А один сидит и кричит. Он только повернулся, по порядку-то пошел. А вот вы сами и найдите, кто разговаривал. А кто это сказал? Нет. Ну-ка, руки на стол. Руки положили, он идет. Это ты. Это ты сделал мне замечание? Да. Как вы узнали, что я... Я смотрел, как у тебя палец задрожал. Ты боишься, что я тебя обнаружил. И начинает им рассказывать. Как она говорила? Она говорила при дыхании. То есть излишний вес. И сейчас задыхается. Маленько. Так, так. Так. Значит, из этих женщин вот это более всего подходит. Правильно. А дочка, смотри по глазам и по губам. Какая похожа? Вот мы уже определили. Вот они идут дорогой. Этажи, здания. Стоп! Остановились. Здания прошли сейчас. Сколько там жителей живет? Да как, куда я знаю. Сколько этажей? Четыре. На четыре этажа сколько входных дверей? Сколько на каждом повороте живет-то? Сколько? Все. То есть их так тренируют, так учат. Я сам готовился самостоятельно. Я понял, что одному это нельзя сделать. Дядя ваш готовился кем-нибудь. Валжир пошел записываться. Специальные легионеры набирались. И вот здесь так же самое. Вот он говорит. А кому говорит? Значит, снисхождение требует, толкователь говорит. Значит, они были чем-то виновны перед ним. Так, Тит пошел. Тит это такой, в дальнейшем будет епископ. И он, то, что я наказал, так он выше еще взял. Действительно, примете надо держать Тита. Понимаешь, в этих стихах сколько заложено. Вот это анализ ситуации. Вот не пришли, допустим. Ты шел сюда, думал, что никто придет, кто не придет. Ну, вот Алексей Викторович здесь. Ты думал, что он придет или нет? Возможно. Возможно, говорит. Вот так. То есть уже заранее кого нету. По какой причине? Теперь его нету. Почему нету? Начинаю думать. Теперь, что я сделаю для того, чтобы он был? Пойду сейчас домой, я обязательно зайду к нему, узнаю, почему он не пришел. Заболел, может быть, нужда какая-то есть. Или уезжать, торопиться. То есть у тебя все время жернова работают. Версии нижнежернов. Не только вот, по-моему. И так в каждом деле, везде. Вот сейчас такая обстановка правительства. Нам не дано у нас содружество интернетное. И принято по постановлению по этой операции военной. Нигде никаких высказываний нету. Даже между собой, чтобы ни день писания не было. Почему? Серьезное дело. До 15 лет сразу накрутят. За убийство 7 лет, а за это 15 лет. Ну, человек говорит. Да вот и что попало, делают там чужую страну, полезут. Шабаш! Тут один из самых смелых был, это Александр Ильвович, кажется его. Глебович, Невзоров. Уроки атеизма вел, журналисты, сценаристы, фирмы стайл. И где какие военные конфликты, везде побывал. И тут он поехал в Израиль и бряхнул несколько слов. Сразу раз в уголовные дела. Его в аэропорту уже ждут. Как только он в аэропорту, следствия сразу арестовали? 15 лет. Игра кончилась. Поэтому у нас принято решение эти темы не обсуждать. Но недавно было такое. Ну, Пригожев, там, другие, там, хотели ввести войска, или там, перемена власти. Это была договоренность. Или специально комедии выстраивали. Сейчас такие. Я бы сказал, но нам не дано. Мы договорились и все. А кто будет, если так, вычеркнуть у нас сообщество интернетное? У нас главная цель – это благовестие. Люди, которые едут, послезавтра будут здесь. Поближе познакомиться можете. Одна очень интересная, молодая такая женщина. Ну, молодая, а звать ее Анаит. Анаит. Армянка. Гаребян. Помимо-то ее какая. И вот она работает прислугой в доме генерала одного. Она познакомила меня, Владимир Павлович. Жена Елена. И уедет принимать крещение. Ну, настолько она шустрая. И еще она уже в стрелы. Видишь, сколько у нее отцов везде. Если ты их отцов уберешь. Какая? Говорит, я не знаю, у меня там что-то. Она заочина помогает установить, какой прибор должен у тебя быть. И она говорит, я коров-то не видала еще. Я говорю, пошел с вашей матерью и договорился, чтобы дала подоить. И научилась доить. Она у вас будет там. Вы посмотрите. Это люди совершенно другого склада у них. Другая вера. Но она приняла все в православие. И сколько с ней бед в жизни было. Как ее там, где она была, выгнали. Она куда пометалась. Ночь. Она пошла к храму, храм закрыт. Она залезла, на подоконнике проспала. На подоконнике. Вот там вес какой-то. Говорит, дерево такое растет большое. Чуть не в три этажа. Я, говорит, залез водой там с пилой. Все отпилила. А целиком уже не смогла. Вот какие люди. И вы можете быть для нее полезными. Чтобы не один раз пришла, подоила по-настоящему. И молись. Анна Ид. Я говорю, я тебя легко запомню. Я как зовут? Анна. А дальше Ид. Игнатий Тихонович. Анна Ид. Я ее легко запомнил. Ты специально для меня делаешь доброе дело. Она до того довольная, когда там ей ответишь. Она считает, что ей еще мало дано. Ну вот я просто одного человека взял. Она очень внимательная. Кто-то разговаривал и что-то сказали. Она с вот раз на заметку. А где это написано? То есть прямо если ее на ту же выписывать и всем дает. То есть у нее разбитие идет. Вот когда отец Геннадий был, он сразу вышел в епархии, когда был. А пивовар отец Александр, он как сказать, засекретаря был. Там не женщина, а мужчина. А архиерей уехал. Он сделал общее собрание. А там работала моя сестра еще Ирина. Он говорит, Ирина, ты посмотри, у тебя симфония есть. Что о священнике говорит в Священной Писании? О священнике со всей епархии. Так это не все. Отец Геннадий только пришел. И он говорит, вот у нас пришел из Менонитов. Крещение принял. Ты еще не приелась. Возди твои незанетенные. Скажи, что тебе больше всего в нас не понравилось? Так я к вам пришел, я... Нам это не надо. Пришел, значит, что-то понравилось. Что не понравилось тебе? Понимаете, как вот? И когда так додает, и вопрос прямо отвечает, отсюда вывод, что это дерево будет расти. Вот слышали, Господь говорит, самое маленькое горщичное зерно, а когда вырастет дерево самое большое. Видели или нет? На снимках. Такая, ну я не знаю, вот отсюда. Ну до дороги, наверное, крона будет. Так по ней даже где-то, строения какие-то есть. Избирение. Горщичное зерно. Дерево. Я в глазах никогда до нынешней воды не видал. У нас горщица растет такая, как перец. А это дерево. И потом разные-разные варианты собирают люди. Работали для нас. Вот у меня, когда в школе учился, иногда, слух, то возникли, вазьбю брать, чистый сделался, меня взяли. А до этого комфортное масло капали. До того я не любил запах этого комфортного масла. Учитель задает, что я не знаю, что он спрашивает. Я не знаю. А один сидит вот так вот, я думаю, то ли он саплягающего. А он нос ломает. Ломоносов сказал. Ломоносов. А я не пойму, что он мне показывает-то. Учительница-то там кое-как тройку дала. Я не знаю, какой урок. Я всегда учился уроки на 2-3 урока вперед учителей. И поэтому мне это все сгодилось, когда я умер. Мне не надо за руку водить. Я самостоятельно научился работать. А это недостаток большой. Нынче меня признали инвалидом, назначили группу. Не слышно, должен быть судья. Так. Поняли, о чем здесь идет? Это вот маленький пример. Идем дальше. Слушайте внимательно. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Толкование. Не о детей только радуюсь, что вы почтили его, но и о том, что нахожу вас такими, не поздравляющими меня, подающими мне смелость говорить о вас откровенно, во всяком деле и во всяком время. И иначе. Могу положиться на вас, потому что буду ли делать для вас, что для вас, или говорить вам, вы охотно примете то, понадобится ли для исправления вашего, обличать или хвалить вас, или предписывать вам что-нибудь тяжкое. Радость. Вчера я на тему говорил, проповедь, а что такое радость? Я забыл. В каких случаях радость приемлема? Отчего больше всего бывает? Как познать радость, которая не меркнет, всегда бывает? Ну и в местописании все. Вот как раз он об этом говорит. Радость, когда дети ходят в истине. Вот так вы сидите на месте, а когда много ездят, да у тебя связи какие-то есть, там где-то едят. И теперь ты приехал на месте, побыл. Вот я приехал на Украину, а они, ну, город там за Николаевском какой-то, чуть не Первомайском. А они там народу сколько? На колокольню залезли, где звонят. Священники вышли. А в одном месте было, священник еще не достроил, а колокольня есть. Так он вылез и давай в большой колокол, только так архиерея встречают. Видит. Народ собрались. И все это засняли. И сегодня смотришь, это с Украиной такие отношения были. В первый раз это не трогают. Вот как. А почему? Вот эти почему надо вот сюда ввести, в это русло. У них было доброе. Это доброе, но первое место теперь его сбыт, потому что исправился. Того наказали, а он в отчаяние, как бы не впал в отчаяние, значит, может многое натворить. Пошли. Пошли. Он не сказал сразу, подайте милостыню, но поставив пример, сделанное другими, и их возбуждает к подобной ревности. Примечает, что расположение к милостыню называет благодатью Божией. Через это и слово свое делает неукоризненным. И коринфян призывает к милостыню, как к дару Божию. И не сказал в том или другом городе, но хвалит всю Македонию, чтобы и они все возрезавали так же. Вот как Павел подошел. Похвалил-то всех, а делали-то одни, а другим, мы чем хуже их. И мы тоже дадим денег. А куда? Голод был в Иерусалиме. Иерусалим господствующая церковь. Мы от них все получили. И поэтому Павел обильный свет все был. Так что, который держал его, ждал, пьет, даже денег даст он ему. Люди, когда много тебя приходят, навещают. Я вот когда здесь сидел, а политоотдел, политработник, то и говорит, вот вы сколько здесь сидите? А почему ваши люди не митингуют? Здесь баптисты сидели, они тут целую делегацию посылали в Барнавуле. И везде ходатайцы, ловичели, вас никто не ищет. Почему? Вопрос он хороший задал. Они активные, мы не активные. А при том я это приемлю с благодарением Богу. Какая у меня встреча? У меня чуть не каждый день начальник тюрьмы, полковник вызывает на беседу. Политоотдел рассказывает, что он рассказывать не должен. Там один работник, подполковник, допустим, он приходит, китель снимает, вешает его. Он говорит, я уже шесть раз сижу, но такого чуда не видал. Зайти в камеру военному, а снять, он побеседовать приходит. Я же не один сижу. Вот как Бог делает, как? Вот мне некогда думать. Вот один раз подошел мужчина, который охраняет, дубаки называют их, дубовые мозги. И вот он говорит, а сам говорит, а там мать-перемать. Я маленько послушал, я говорю, слушай, тебя нетрудно понять. Нормальные слова у тебя. А вот ведро, где отправляется, не ведро, а ващок такой, это параша называется. А Россия по-английски раша, поэтому нас зовут параша. И вот он говорит, я ему, ты вы говорите это, слова смысла-то нет. Я его сильно огорчил, как будто он поставил маленькое. Но, дескать, за то, что так сказал, не боялся. А так, как открывает окошко, вот эта дверка открывается, и сюда, чтобы на нее щашку поставить, когда кормят. Он вытаскивает сыр, вот такой кусок, как тебе, это тебе за работу, поем. Сыр, охране, заключенному, это не бывает. Благовещение пришло. Утаврано-рано, начинается в 7 часов, а мне на пол седьмого стучали. Я этот, оптал аж, на меня, подожди, у вас сегодня рыба разрешается есть? Так мы приходовили ее, рыба-то какая-то там, и Василий, что ли, хорошая рыба. Целое блюдо, ну и по мреньку переложили, чтобы протолкнуть на всю камеру. Узнали, что на Благовещение нам можно есть. Это когда же людям рассказываешь, вот сидели, которые гребень, говорят, это сказки, последние отберут. Вот Бог как делает. Естественно, что я есть не стал, сразу разделили, там что-то, так и себе возьми. Да ладно, а наоборот, заставить есть. Я, говорит, делюсь опытом. Почему к нашу я все время прислушался, как другие сидели. Какой был распорядок. У меня на 5-6 день разбит был, по часу полтора молитва шла. Кроме там сотни, 200-300 поклонов, салтырь за два дня просчитывался. И в течение недели оно вызовется полностью. Так вся тюрьма там гудела. Кто едет там, батюшки, скажите, нам большие стройки дают там. Изнасилование было групповое. 58 лет накрутили. 58 лет. Потом, когда вернулись, скажите, батюшки, нам совсем мало дают. А кому-то условно кто-то домой пошел. И все знали, что молятся за них. Она открыла, которая там тоже наблюдается. Так, как его звать-то? А у меня лежит директор Мамонского района, Сивер Владимир Митрофанович. Директор. Главный рыбак Алтайского края. Все космонавты, все у него отдыхали. Ну вот он стоит. Он говорит, макака, закрой, его нету здесь. Ну вот и застоит. Он Богу молился, он ушел отсюда. Она испугалась, говорит, хлопнула вверх. Сказки. А он лежит головой вот так, вот и видит. Я сразу говорю, макака, закрой вверху-то. Я сказала тебе, нет его, он уехал. У Бога он сейчас молится. А для него это все было новое. И вот когда начнешь смотреть, Богу доверяется, у тебя такая интересная жизнь будет. В этой жизни даже. Вот сейчас. А готов вы доверяете? Готовлюсь каждый день. Вот у меня гроб сделал ваш отец. Ты видел у меня гроб какой? Нет? А зайди, посмотри. Я посмотрел, какой серопимий гормелый сделан. Пошел, заказал, заплатил. Мои доски. И крышка отдельно с крестом. И в которой ложится. На дверь. Он у меня на веранде стоит-то. Я другой раз зайду, примерюсь. Все. Каждый день могу смотреть. Это мой дом. Моя домовина. Отец мастерский сотворил. Последняя квартира моя. Бояться не надо этого. Это естественно отход. Мы уйдем все. Ну, я скажу, крышка-то того хорошая. Вы увидите ее, может быть. Ну, поехали. Второй стих. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизобычествует в богатстве их радушия. Толкование. То есть, имея много скорбей, делаются искуснейшими через терпение. Не пали. Не пали. Но более радовались. Не просто радовались, но радовались с избытком. То есть, как великая скорбь их произвела избыток радости, так и великая и крайняя бедность их не только не воспрепятствовала им подавать милостырь. Но еще более побудила их преизбыточествовать в богатстве. По частям. Начали. Вот у нас сейчас готовится к изданию. Трехтопик вышел. А сейчас Новый Завет вот этот год только в Можайске делали под Москвой. А сейчас Четырехтопник проповеди в стихах. Четыре тысячи примерно сто проповедей. В стихотворной форме. И как на это люди отреагировали? Где деньги взять? Это вообще авантюра. Но сначала предоплата. Тридцать процентов стоимости. А потом основное когда сделать? Я тороплюсь сейчас. Узнавайте, чтобы люди-то приедут, чтобы получить могли. Четыре тома. Вместе, если взять с картинками, каждый том по тысяче почти страниц. Очень и очень. Ну не было такого нигде. Вы увидите. Все корочки разные. Какого света. Начиная с красного, окончая белым. Как знамя. Но за синим сразу зеленые оплодают. Думали, какой же делать? Лартер трехколорный. Я говорю, вот сейчас опять деньги. Мы каждый день вопрошаем Богу. Господи, как помог нам трех томик издать? Помоги четырех томик издать. И вот Бог настолько удивительно делает. Вот я начну рассказывать. И все люди говорят, ну неужели это так? Ну нам наезжать надо. Едем-то никуда. В Португалию. Все государства. Турция. Греция. Из Греции дойти до океана. А здесь мы прошли до Тихого океана. А там в Атлантике. И как? Где деньги-то? А ехать через два дня. И в это время звонок. Вам деньги нужны? А кто вы такой? Дмитрий Булкин. А где живете? Калининград. Кёнигсберг бывший. Вы книги издаете? Я говорю, я больше не издаю. Тогда еще было 38 томов. Я говорю, закончил. Ну на что-то. Благовестие. Я и даю на благовестие. Какие люди. Какая забота. И меньше шестизначной никогда не было. Шестизначная означает больше ста тысяч. Вот как Бог делает. У нас нету. И это Бог действует. Я стою, когда деньги получить-то. А передо мной кто-то. Я ей даю деньги много. И красненькие. Пять тысяч. Я их, кажется, в руках не держал. И она вдруг на меня посмотрела в банкир. И говорит, а вам в каком виде подать? Мне нужно, чтобы меньше объем был. Я все деньги, какие едем в дорогу, я на четыре части прячу. Где-то в машине, где-то у себя под подошвой. Где-то что случится, чтобы обратно-то приехать-то. Я посмотрел, говорит, эти красненькие. Она меня посмотрела, спросила. Я тоже все устроено. А тот не дождался, уехал. И когда мы дорогой в Швеции сломались, ему дали знак. Он в Испании в это время. Он оттуда дает указания друзьям. Нас уже ждут. Эвакуатор надняли. Подкинули в Литву. А мы в это время поедем на корабле. В Балтику. И в это время нас сюда привозят. Калининград. И везде вещатся, где достать то, что сломалось. И я так с ним, с Булкиным, с Дмитрием, ни разу в жизни не встретился. Понимаешь, когда начинаешь думать, Господи, о которых дал, они бегают, стараются, где, вот это еще может что-то надо другое. Он только сказал, позвонил, и они все за свой счет делают. Там очереди, где нас в первую очередь на утро, на следующий день мы могли выехать. Это дела Божьи, когда идут. Почему? Ни одной копейки на мне не застряло. Ни одной. Вот наши дороги едем мы. Я просто хвалюсь Господом, как Бог делает. Вот мы выезжаем из Еревана. И тут озеро. Вот от Севастия. 40 святых мучеников в этом озере были. Они что-то сидят там, Николай Крущина и Виктор Николаевич Сашенко, с чем-то недовольные. Я почувствовал, я говорю, а чего вы недовольные? Да нет, ничего нет. Я говорю, увижу, сейчас в магазин заходили, и там в магазине что-то мы хотели взять. Вы не взяли. Рыба хорошая там. Ну так взяли бы, ну вы же не едите. Ну на меня не надо смотреть. У меня задача сэкономить деньги, чтобы до дома доехать. А вы-то свободно на свои деньги, только из своих я вам ни рубля не дам. Да мы на свои купим. Ну еще тогда разворачиваю машину. Вот там, может, километров пять проехали. Купили. А не варить, я собаку заворотил и пошел в горы гулять. Я за стол не сяду. Зачем? У меня сухари с собой есть. За мной нет ни рубля, ничего нет. Вот сейчас спроси ей. Ничего нет. А будем все. Вот если батюшка приехал бы сегодня, сегодня бы одному человеку я сделал подарок. И он нуждается в этом подарке, даже не знает. Дальше кто-то мне положил на кровать, вот так написано, для Игнатия Тихановича. Я развернул там, там двое брюк. Брюки, ясно, не по мне ростом. Они до полу и на полу лежат. А они сделаны как бы трико под брюки, время когда холода. Зайдете ко мне? Я уж хотел сюда принести, да не стал. Выше-то меня, когда Володя Воронко не вышел. Кто это мне принес? Вчера нашел только. А я ложился все время на кровати, я бы увидел их. Кто-то зашел, положил и мне говорит, вот какие у нас люди. Мы считаем такое тайное. Я говорю о том, что есть. Я посмотрел, скорее опять так же, перевязал, бумажку заложил туда. Это такой народ добродетельный. Что интересно, вот это, тут что у нас тут неладно было. Деньги-то ниоткуда. И потерявшие стали пересчислять мне деньги, чтобы выкупить четырехтомник. Да благословит вас Господь, кто трудился в этом. Вот как Бог делает. То есть помаленько накапливается, но маленько и тратится там. Только сказал, говорю, у нас пилы нет, не работает. Приехал Женя, новую пилу принес. Привез. Я спрашиваю, сколько? А купил Андрей этот, головач, у которого скотина. Сколько? Ну, сколько? Она, Елена, говорит, ну, если два экземпляра дадите в трехтомника, Андрюша будет доволен. Я говорю, у вас хранится, берите. Нигде еще мы денег не видали, все купили. Вот когда о вере, мне не надо думать ни о чем. То есть я думаю, но я туда не устремляюсь. Да так, а как будет, не знаю. Но в конце добавляем, да будет воля твоя. Вот он их похвалил, а ему надо сказать, что-то они слабенько помогают. Он сначала похвалил, а потом туда бац. И говорит, Македоняю, там городов тут 15, а помог только один. И он тогда объединяет, и говорит, Македоняю, до того они ревность. А тебе говорит, кого он называет ревностью? Мы же ни рубля туда не давали. Ни одного шекеля не послали. Ты смотри, как Павел подошел. Из-за одного, которое помогли Титу, он объединил всех, назвал благодетельными, чтобы они тоже подвинулись. Ну, с кого-то я брал, говорит, хитростью Павла, допустим. Но воспользовался ли я этим? Как будто вчера какой-то хороший друг наш и говорит, может, хитростью свою брал где? Вот определенно пошли. Не сказал же богатство подаяния, но разрушие. То есть чисто в сердечном расположении к чедрости. Ибо благотворительность ценится не по множеству подаваемого, но по расположению подающих. Удивительно, что при такой бедности, ибо были оторваны от своих сопременников, показывали такую щедрость. Есть такое выражение. Бог смотрит не на то, что ты дал, а на то, что у тебя осталось. Он говорит, положило все пропитание свое. Если у тебя миллионы, и ты отстегнул один миллион, вы слышали о трагедии, там в батискапе опускались? Пять человек. Четыре человека, и пятый, которым руководил. А сколько билетов не стоил? Около миллиона долларов. На четыре километра. Прямо рядом Титаник. А самое крепкое, прочное строение, это из Титана. Титан название. Железо, месть, серебро, Титан. И они их назвали в консервной банке. И уже где-то почти дошли до этого, и вдруг рвануло. Все разлетелось. Мгновенная тысячная доля секунды. Все раздавило. И осколки полетели. И одному парню, он с отцом был, 19 лет. А один уже опускался несколько раз. Этот руководитель 57 раз, что ли. Из-за чего случилось, никто не знает. Это мы свидетели. Четыре километра. Да четыре километра-то. Но это вниз. А когда авария бывает в 12 километрах высоты, там еще есть надежда, что парашют раскроется. А там никакой надежды нет. Там мгновенно, как вот в листик, в такую раздавят. И никто жалости есть высказывает. Но главное, зачем лезвие? Купили себе путевку смерти. Зачем? Ну, посмотрел еще дальше. Ну, и под ним, вот он там говорит, дай рубка, где был вход в этот корабль там. А потом другому говорит, я там был в глубине. И остался в глубине. Вот мы должны то совместить с этим. И увидишь, мудрость вся здесь находится. Зачем они туда лезли? Какая польза была? Вот так. Прибожий. Третья, четвертая стихи. Ибо они доброходны по силам и сверх силам. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святым. Толкование. Объясняет сказанное выше и говорит по силам, даже сверх силам. Ибо в этом состоит избыток простоты. То есть в том, что сверх сил. Притом они не были увещеваемы нами, но доброходны. Ибо что я говорю? Они сами много просили и умоляли нас. Говорит это для того, чтобы их побудить не столько к многому подаянию, сколько к подаянию с охотой. С этой целью и останавливаются на всем предмете. Здесь не достает слов. Просили нас принять это служение. Сказал дар, чтобы коринфяне, как ревновавшие о дарах духовных, прибегали и к милостыне, как к дару. О чем я выше сказал. Участник же назвал ее, дабы знали, что давая другим, сами получают. Вот мы и едем. Вот как у Бога вымер. Я просто из опыта. Лиссабон. Столица Португалии. Дальше океан. Кто из нас был там? Бог за зрание приготовил место. Какой-то там, я не знаю, Иннокентий или кто-то очень знакомый. Отцу Геннадию Фаст. Отец Геннадий едет к нему в гости. Так я понял. А тот, отправленный уже в Израиль, там, Архимандрит или кто стал, сильно расположен к нам и про меня им рассказывает, как он обратился в моем доме. Отец Геннадий Фаст. Это было в прошлом году. А теперь, в этом году я приезжаю, а там атмосфера уже готова. Вот мы едем дорогой, уже на Сабоне. Так тракт, а потом ответвление маленькое. И Николай резко раз. Я говорю, почему свернул? Не знаю. Ну, мы по тракту едем. Дальше там полицейские, мы спросим, где церковь есть, узнали, что православное есть. А этот, а что завернул-то? Не знаю. Сидим, едем, сидят пожилого возраста люди, трое. Я говорю, остановиться. Остановились. Ну, португальский-то язык, это же не русский, не английский. Вначале, говорит, один мужик по-английски понимает. Заговорили. Он говорит, а я хорошо знаю, где у них храм. Только надо, говорит, там, 10 евро. А у нас таких денег-то не 10. У нас есть 500. А 500 это высшее. Ее нигде на заправки не берут, боятся обманутым быть. А он один и говорит по-английски. Вот этот вот сидит, говорит, пенсионер. У него деньги всегда есть. Я ему сейчас поговорю, по-своему ему начал говорить. Я говорю, у нас не обманет? Нет, он честный. Он пошел тащить деньги, там, и 10, и 20 евро. Ну, 500. Он нам разменял. Мужик спрашивает, а у вас кобели ли сухо? Я говорю, кобели. У меня кобели могут подразиться. У него с собой собака другой породы. Я поехал, вы за мной. И у них в это время престольный праздник. Вот ни раньше, ни позже. И они там доехали, а мы не доехали. Он говорит, я уже был у них, что я забыл? Зашли полисеечки. Он говорит, а вот, прям во дворе у нас. Рядом. Мы доехали практически-то. В это время выходит и диакон. И под диаконами. А вы откуда будете? Я говорю, важно было. А вы там Лапкино знаете, как я и есть Лапкин. Да вы что? Я сейчас батюшке скажу. Мы еще не вошли, уже все готово. И когда вышел, просфору вынес там еще что-то. И потом, когда он нас представил, вот так вот тарелку держит там, поднос этот большой, это свои, грузки все. Кладите сюда денежки. Люди издалека едут, им нужно. Вам что нужно? Я говорю, помидоры вот такие взяли бы. Помидоры один поехал. Нам везде покупали помидоры. И этот купил. Вот таких помидоров я не ел еще. Вот как бильярдные шарики круглые, вот такие. На зубни возьмешь. Им главное, чтобы далеко можно было товар послать. А наши-то нежные возьмешь, там тает во рту. Ну, купили. И продают они не так, а с веткой вместе. Потом ее вешают, они дозревают и мне говорят. Вот. Мы только еще едем, а уже все готово. И дальше все, съемка идет. И как люди берут книги. Для Испании мы сбили с пути, они передадут в Мадриде. Вот только начни делать, у тебя на встрече сколько людей, какие новые люди подошли, какие вопросы, какая связь устанавливается. Отец Геннадий не приехал и не мог приехать. Но он впереди нас прошел. Вот я это все, когда начинаю так вот совмещать. Господь, ну букашка, кто я такой? И уже заранее у Бога все выставлено. Мы своего не искали. Если ты куда-то поедешь, то только молись. И Бог тебе даст и людей, и квартиру. И даже высказать нельзя. Мы же перед тем, как ехать, забрасывали груз 4 тонны. Ростове-на-Дону. И потом там где-то еще какой-то город второй раз ехали. И люди специальные контейнеры огромные уже привезли наши вещи, продукты оставляли. А потом мы метались по этим областям. У нас огромный опыт. А когда поехали, всем говорили, опыта никакого нет. У Бога сколько светильников на земле. И какие люди. Вот ты, наверное, если сидеть на одном месте не будешь, нужда будет. Нужда благовестия. Вот тогда у тебя будет. А мы поехали с книгами. Хозяин увидел, мне бы тоже книги. Но по сегодняшним деньгам это 51 тысяча. Это не просто так. И все успели сделать вернуться. Это вот результат вот этой книги. Пошли. Пятый стих. Ибо они не возносились от того, что подавали милостями, и не заботились о других добродетелях, но всецело предали себе Господу, всецело и нераздельно преклонились к осякному благогодному делу. И нам предали себя, то есть были покорны во всем. Показали любовь по воле Божией. То есть как угодно Богу, а не человеческому расчету. У нас это в основном три-два лига для пенсионеров. И вот приезжает библейское общество Булата Алексея Владимировича. А они переводят Библию на русский. Живут в горах, в Горно-Алтайском. И он два раза был у нас. Второй раз приехал, выступил и говорит. А он в Сибирске до Камчатки, до его области. Издают вот крупные писаты, Библия, везде. Выговорит, у нас по жертвенности вышли на первое место. И при бедности-то ничего нету. А сразу шестизначные цифры, раз за другой. Так он к нам привез даже трех американцев, которые у меня там были, чтобы показать. Они посмотрели, какие у вас женщины красивые. Я говорю, а платки красивые? Нет. Они одеты-то, видишь как? Два раза приехали, на первое место вышли. Почему? Люди расположены очень. И как это радостно осознавать. Вот эта похвала мы когда считаем, мы понимаем, что нас тоже она захватывает. При этой бедности и так столько собрали. Ну не все, конечно, инвалиды. Если здоровые. Вот так. Пошли. Шестой стих. Поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас, и это доброе дело. Какова не? Они, говорит, до того предались милостыне, что я, в виде их дела, позаботился о вас, чтобы вы не были хуже их. И потому просил Тита идти к вам. Что и сам он начал, то есть предположил идти к вам, прежде, нежели я просил его. Через это также располагает их Титу, дабы, когда он придет и станет убеждать их к милостыне, они удобнее склонились на убеждение его, как помышляющего об относящемся к их спасению. И снова назвал милостыню добрым делом. Ибо она поистине есть великое благо и дар Божий, и подаяние ее уподобляет нас Богу. Поэтому и премудрый сказал, многие хвалят человека за милосердие. Притча 26. Так, я просил вопросы принести. Считали? А вот бумажку мне дали перед богослужением. Я не считал ее. Сейчас просчитаю, как вопрос все считаю. Но раз мне дали, я в власти где распорядился. Я попутно хочу сказать от цветов, кто-то рассматривает. Пять такие, пять другого цвета, и сзади еще какие-то. Так, разрешение ваше. Я не считал, не знаю, что там написано. Мир вам, Игнатий Тихонович. Простите меня, ради Христа, по афонские старцы... А, но афонские старцы говорят, вышел из храма. Так, старцы говорят, какие, афонские? Да, афонские старцы говорят, кавычки открываются, вышел из храма, тире, вот что-то тут, беси от всяких бесед. Так, как вы... Бойся. А, бойся. Что там? Бойся. Всяких бесед. Ну, что-то бойся не похоже. А, беги от всяких бесед, вот. Беги от всяких бесед. Вышел из храма, беги от всяких бесед. Их... Беги? Да, беги. Беги. Их поддерживают и киевские старцы. Их, то есть афонские. Это первое. Тут по пунктам это первое было. Ну и все. Второе. Ты училась с храма и поедешь, что... Беги от всяких бесед. Это вот так, афонские старцы... Ну, опять бесы нападают из храма, ну так... Не, не, беги, беги от всяких бесед. Беги. Беги, я неправильно понимаю, вот тут Г. Беги, посмотри. Беги? От всяких бесед. Бесед. Разговор. Ну да, беги от всяких бесед. А ты там говорил вроде беси? Не, я неправильно почитал. Беги от всяких бесед. То есть на беседах айти не надо. Это... Еще раз. Это вот такое выражение. Из храма вышел, не разговаривай. Афонские старцы вот так сказали. Вышел из храма, беги от всяких бесед. Бесед не надо. Что тебе дали, то сохрани. Ну да, да, ну так вот. Ну дальше. Второе. Если вы не поленитесь и послушаете все наши потеряевские занятия за период 2015-2021 года, то обратите внимание, что на каждом занятии вы приводите мусульманскую девственность. То есть что, мусульманская? Девственность. Приводите на каждом... Ну вот, приводите. В скобке открывается. Сам себе противоречен. Потому что цена на эту действенность разная. Село, город. Даже если девушка училась в городе и вернулась в село, цена на нее падает. Это то есть... Я людей веду мусульманам. Я правильно понял? Нет. Они говорят, что вы мусульманок и их действенность выставляете. Ну я говорю, что хвалю их. Да. Есть что хвалить. Ничего особенного нет. Я не отрекаюсь от этого. И что это? Вот представь себе. Огромное собрание. Мусульманское. У них мула. Это наш как священник. Имам. Это как епископ. И которая большую должность занимает в государстве. Шейхи называется. Вот вообрази. Там я кто? Санкт-Петербург. Я поднял руку и говорю. А можно вопрос, уважаемая, задать вам? Можно. А у них заходишь как? И бонитовая палка стоит. И вот так рука. Это на... Ну где-то на свою намерку или медину там куда-то указывают. Рука. Кисть руки. Да как-то... И рука прямо так, черная такая. Как-то не знаю. Мне не понравилось. И вот он... Я им говорю. Скажите, уважаемая. Вот. До брачной ночи у вас. Какой процент девственности сохраняется? Они даже не поняли этого вопроса. Какой процент? Ну сколько сохраняют себя? У нас ее в шестом классе на вторую букву алфа тоже называют. Пойди в школу, что делается, посмотри. Ну, так она и должна быть такой. А по закону вашему? По закону у вас закон тоже есть. Подписано на Ветхий Завет. Если взяли, и она не девственница, к дому отца приведите и перед домом убейте. Так? А если она дочь священника, сожгите огнем. А почему разница? Потому что он должен больше смотреть. А огнем разложите. А если его не выйдет, будет гореть дочь. Значит, они охраняли. Сколько было у них? Ну, были случаи. Но если она не кричала, предайте смерти двоих. Если она кричала, или это была за городом, и не было, она невиновная. Но его могли так, отец скажет, в Вену заплатить 5 миллионов мне. Теперь женится, ни в каком случае не разводится. Ну, это все на Библии, говорю, второзаконие. Я их спрашиваю, какой процент девственности у вас сохраняется? Ну, у вас учатся же где-то. Да, учатся. Но приезжают, бывает, и нету нет хижама. Бывает так, но только она приехала ночью-то, а назад она с ней будет беседу. И каждый говорит, сестра, купи хиджаб. Знаешь, что такое хиджаб? Кто не знает, кто знает. Ну, сестра, объясни. Ну, это покрытие полностью закрывает женщину. Это хиджаб называется? Да, лицо не видит. Там еще что-то есть. Я не понимаю, что закрывает хиджаб, пока волос. О, паранжа закрывает. Хиджаб, это без... Одеяльный. О, молокатный одеяльный. Ага. Как он есть? Ну, как покрывало, волосы все закрывает. А котов на лицо надевать, как называется? Паранжа. О, он хиджаб. Да, я учусь, сестра, сегодня с вами будут беседовать большие люди. Купи хиджаб. Тебе, чтобы понятно было хиджаб, прилетает руководитель Брежнев. И с ним такой-то человек. Афганистан. Едет сразу журналистская остановка. Она с поезда. Так, вы наденьте хиджаб. Какой хиджаб? Вы поехали, не взяли, вам сейчас принесут. Там что-то было у нас. Наденьте хиджаб. Вы только сейчас со ступеньки спуститесь с самолета. Это ваша территория самолет. Наша территория, вот первый шаг делать, а вас уже арестуют сразу. 40 ударов палкой на площадь, это сегодня будет у вас. 15 тысяч заплатишь долларов и на полгода в тюрьму. Она сразу развернулась, выходит оттуда в хиджабе. Они заботятся. Да что там, нашла молодого человека, да. Сегодня его убили. Он в могиле. Ты будешь с ним сидеть в могиле, так, не зарывать могилу? Не будешь сидеть ты с ним там. Сестра, а так, купишь хиджаб. У нас-то бег не нужна какая. Проучилась маленькая, приходит уже в брюках, приехала без платка. Это не чужие дети, бегущие. Я ставлю это в пример. А они пятницу соблюдают. Евреи в субботу, а мы в воскресенье. Мы дети Божьи, мы всех счастливы на всей земле. Поэтому я говорю, что они умеют охранять. И охранять очень даже... Вот недавно она у нас в интернете была, познакомилась с кем-то и спрашивала совета, что полюбила его, а он не женится, пока она не примет ислам. И она уже согласна. Сестра верующая такую панику подняла. Ну что делать-то? Я ей говорю, она не слушает. Ну это ее выбор. И она приняла ислам. Как она приняла, что она там делает, что исполняет? Я не знаю. Я знаю только ислам. Это пятикратный намаз. Пять. Пять раз в день на молитву. Вот он в пен попал, ему сразу условия. Или принимаешь ислам, или секир башка. Ну которые, да я, православный, то другое-то, трубили голову, закопали. В Афганистане. Шурави, это русский назначает. А одного ведут на расстрел, он плачет. Ай, ты хороший человек. Его ведут с Аллахом, будешь сегодня. Разве можно плакать об этом? Ты должен с радостью встретить смерть. У них есть чему повыщиться. Вот в больнице сидят в коридоре. Я с мужчиной спрашиваю, у тебя какая болезнь? Говорят, врач приехал. У меня гноится все здесь попало. Снарядом там это, осколок. Рассекло все там это. И зашел, сразу вышел. Я говорю, а что? Да там же женщина. Тебе какая лица? Так она будет снимать, отдирать. Я могу сморшиться. Да она еще обо мне подумает. Я дождусь, когда мужчина будет. Да у нас ни в жизни об этом никто не подумает. Он воин. И их таких обращать. У меня есть такие люди, которые пришли оттуда. Приняли крещение мусульмане. Я могу сказать об этом. Там есть чему поучиться. А мне пишут в упрек. Тебе в упрек не поставят. Потому что ты жила среди туркмена, среди узбеков, которые неверующие. Они ничего не знают. Только развратичи эти. Я им открыто в глаза говорю. Настоящие это Талибан в Афганистане, Саудовская Аравия и Йемен. Там строжайшие эти законы. Вот какой-то там город, там называется Тер-Тебе или что-то такое, встречает лосманский катерок. Корабль заходит. Так, у вас на корабле спиртное есть? Он говорит, есть, но в буфете. Ну, там у нас закрыто все. Мы же подъезжаем. Корабль везти надо куда? В порт везти, там, в канал. А вы уверены, что закрыто? Да, конечно. Так, сейчас проверять будут. Капитан не обратил внимания. Когда комиссия-то зашла, у них замка не висит. Сразу капитана арестовали. Корабль пойдет без него. Три года, каждое полгода на площади 40 ударов и заплатишь 75 тысяч долларов. Вот он теперь будет помнить, что такое замок и какое государство. У нас нужды нет. В Египте, говорит, мы идем. Она идет, под руку меня взяла, я внимания не обратил. Приехали журналисты. Он говорит, а она вам кто будет? Вот, товарищ журналист. А она вам не жена? Да нет. Так отцепите сейчас же. Сейчас же полицейский арестует вас. Вы оба будете сидеть здесь у нас лет пять. Вы приехали в другую сторону развратничать? Да у нас слово несколько говорит сразу друг от друга. Она думала, отошла и все, а то он пишет. Ну а там были, да мы это видали, говорят, там пять человек русские, пошли-то. Сразу всех пятерых зарезали. Я не призываю резать, но они наблюдают закон. Пятерых сразу потеряли. Из Барнаула у нас поехали две заработать. Они красивые девушки. Узнали, где пляж. Там такие жазлонги. Сразу к ним на мотоцикле подъехал, а там уже разбитые по этим. Там свои работают. Наши сказали, здесь нельзя. Это их территория. Да пошли вы. Я сказал вам, вы должны уйти отсюда в другом месте. Эта территория принадлежит нашим женщинам. Они сидят, рассмеялись. А он второй раз развернулся на мотоцикле. Проезжает чик-чик обоих. Убил. Все. Два гроба приехали. А они работают. Вот, говорит, где-то там пасут овечек. И, ну, я не знаю, какой он там барашек. Барашек. Можно большой баран. Двое. На огонек еще один подошел. Садись, брат. Когда, говорит, стал разливать, а там уже 45 человек сидит. И всем по ровну. Не так, что я взялся, глотнул. То есть они дружные. И когда я стал говорить, скажите, у вас дома престарелых есть, у нас за 1400 лет ни одного дома презрения не было. Они аксакалок любят. Слышал это, нет? Теперь у вас где дома есть, ищи дети без перезрения. У нас ни одного не было. Ни разу. Родители погибли, детей сразу разбирают. За 1400 лет ни одного детдома. Я еще говорю, что он огородит-то. Раз я говорю, что они убивают, там взрывы делают, это хорошо. Беслав, Буденовск. В метро в Москве. Я не про это говорю. Доброе что, научиться надо брать. Ни одного детдома. Мамлейку, покрути головой. У нас сколько детдомов? Сколько домов престарелых? Везде. Нам есть чему поучиться. Еще раз говорю. Вот у нас тут приехала она, Елена Фау, а сын у нее в Дубае. В Дубае. Гадал, сварство богатое, богатое. И вот там зашел один из русских в мечеть. Он говорит, а сколько она вмещает? Что-то около 20 тысяч, сказал. Это невероятно, огромное сооружение. А когда молится? Это еще 45 минут. И что, наполнится? Ну, вы придите, посмотрите. 45 минут прошло. Я, говорит, на крыльце стою, не могу войти. Пять раз в день намаз. Да у нас потеряю, ты не соберешь. Сказали бы, сегодня три раза будем молиться, в одном месте собираться. То проспал, то забыл, то родные не пускают, то еще. У них нет этого, нигде. И вот одного, который остался, принял мусульманстата. А потом он его отпустил, он женился. Айшу свою привез сюда ребенок. Но надо для этого собрать. Витька вернулся гулять. Он говорит, у нас не положено ни грамма. Это кровь шайтана. Чертова кровь называется. Можно научиться? И теперь. Мы, говорит, посидели, поговорили. Да все, какая встреча? Да тебя не было в плену. Тут радость такая. Радость хорошая. Я ее благодарю Бога. Взял там у него матрасик маленький такой. И он пошел, говорит, у нас в холм. И пошел один молиться, намаз совершать. Да у нас в другом городе приехал и забудешь, когда болился. Вот мы едем дорогой. Город на виду, тут вершина такая. И там кто-то пристроился, деньги снимать с людей. К нам подходит, мы с собакой отбились. Выходит юноша, такой как ты. На машине едет. Вышел. Перед собой этот Достархамер стерил. Встал на молитву, помолился. Я подошел, поговорил. Я говорю, здесь вот группа людей, которые деньги вымогают. Он тут же сел в машину, по газам и поехал дальше. Представьте, я 15-16 летний. Я уж не знаю сколько. 18 лет. И он один. Часы. В советское время, говорит, они. Ехал тут в Ташкете. Советское были. Республики назывались. Стал и стоит. А сейчас стоит. А ты, говорит, посмотри. Шофера-то нету. А я, говорит, заглянула. Шофера нету. А где он? А теперь смотри направо. Я, говорит, посмотрела. А он на коленях стоит. А перед ним этот Достархам. Советское время. А что? Я тороплюсь. Бесполезное дело. Он сейчас поборется. Совершит намаз. И он быстро доедет. Понятно? Взрывают. Дали указание работникам, которые в аэропорт. Автобус не останавливается. 18 человек везет. Не останавливается. Стоит женщина с такой внешностью. Ну, видно, что она беременная. Остановите. Ну, на начале-то. Владимир Иванович, ну, остановитесь. Это женщина. Чего вы так напугались-то? Ну, мне сказали, я расписался. Никому не брать дорогу-то. Ну, остановитесь, а то сейчас руку вырну. Женщина ехать осталась. Она только вошла, провода соединила. И весь автобус, все 18 погибли. Я рассказываю то, что есть. Можно и город, и все назвать. А они мужественные. Женщины. Сразу подготовили, допустим, 5000 самоубийств. Вопросить нельзя, за что мужья погибли, я тамщу за него. И главное, какой лучший мины эти все в Москве был майор. Он их обезвреживал. Ну, обезвреживал. А в это время они там пристроили, сигнал дали, от него еще не осталось. Сколько было горя-то. Один из лучших миноискателей был. Водка. Если я говорю о мусульманах, я беру хорошее, у нас даже недосягаемое. И это нельзя сделать, что пять раз. Ну, соберите сейчас в Корчино или в Мамонтово. Все до нового мужика, что были в храме. Даже на Пасху не придут. А то придут яйца. А под яйцами еще в корзинке водка лежит, чтобы осветили. Это святая водка у нас. Но они не все исполняют. В советском посольстве, говорят, дети шейхов. Это же большая должность. А выпить охота? Он говорит, с дрожью в руках выпивает. Но уже на улице ни один не выйдет. А весной там что-нибудь проглотишь, чтобы запах был хороший. Смертельная опасность грозит. Но все равно Маленька выпьет. Этого делать нельзя. Он не настоящий мусульманин. Настоящий мусульманин, я с ними, с которыми знаюсь, это настоящие. Вот мы к ним заезжали. Мула. И у нас ставка была в их доме. Ее звать Самира. В переводе она русский собеседница. Мы за беседой эти записали все. Я только... Маленька поговорили, я гляжу, ее нигде нет. Гляну на балконе, она молится. И я сразу скорее рядом молиться. Маленько проходит, сколько-то времени. А на кухне гляжу, опять молится. И опять тут. И опять беседуем. Мула разговаривает на шести языках. Вы меня найдите русского одного. Жена знает четыре языка, консерватория. Два высших образования. Ну, примерь к себе своим воображением-то. Можем ли мы эти говорить, что они там не образованы, то другое. Вот образование их. И мы были у них там. Ночевали. Вот такое дело. Она повела нас в мечеть. Мечеть это храм по ихнему. По ихнему. И вот довела, я говорила, что дальше нам нельзя. У нас с той стороны там где-то есть женщина в один. Тут отец Игнатий, я никак. Она, отец Игнатий, то другое. Дорогой едем. Сидим в автобусе. Я говорю, а никто не скажет, что мы сидим рядом? Да нет, у нас тут Азербайджан. Баку, город. А там, видите, там, а там муж ваш? Нет, говорит, это учитель и отец мой приехал. Идем. А тут парапет высокий. Юноши сидят, ноги смесили. Отец Игнатий, расскажите им о Христе. Я говорю, да они по-русски не понимают. Понимают. А еще не понимают, я их переведу. Вот. Какие они ласковые. Какие они внимательные. Она сильно рвалась и приехать к нам, но только зимой, чтобы. Жару у нас своей хватает. Зима. Холодно. Ей кажется, это экзотия какая-то. Самира. Тагеева. Тагеева, это отец Тагиев был. Вот. Можем встретить. Сегодня пожелаю, сегодня можем вызвать, поговорить. Сколько она знает. И потом мы там. Зашел я в мечеть, а надо разуматься. Я разумался. А носки-то драны. Я их снял босиком тогда, думаю. Снял босиком, можно. Зашел, а у них между двумя молитвами, этими намазами, мужчины вдоль стенок все. Посередке никого нет. А колоно там мальчик лет 6-7 стоит. Я окупал он здесь у них. А вверху-то там полумесяц. Я зашел, три поклона. И последний, как они делают, вот так вот. И я также поклонился и молился. Глаза поднял, они вокруг меня стоят уже. В три кольца меня охватили. Я гляжу, суровые воины. Какие их лица у них. Когда я заговорил с ними, ну прошло не больше пяти минут, а мне рукой, вот я учился в Станкт-Петербурге, такое, такие веселые. И потом мы пошли вместе в храм православный помолиться. У нас в библиотекаре везде, я встречал лично, только женщины. А там мужчины. Мы шли рядом, стрелка поднимается, как бы второй этаж, ну такой полуэтаж. А тут библиотека, и написано комната для намаза. В какой библиотеке у нас это найдешь? Комната для молитвы. Ну и когда мы передали все, я говорю, а можно у вас в комнате для намаза молиться? Вот сразу трубку. Так, все открыто, оно на замке было. Мы разулись, стали молиться, сколько нас было, один снимал, все сняли там. Молили о мире Дагестан, и там и непросто было. В эту ночь, говорит, так убили священника. Я видел, стоят с автоматами, и в одной улице стоят снайперы. То есть очень серьезная позиция. Ну, благодаря президенту решения, там все как-то размазались. Это вот я только что видел. Это люди очень мужественные. Очень добрые. Вы знали, что мы откуда приехали, две женщины, они нас в магазин завели. Это вы нам книги привезли. В магазине берите, что вам надо. Что я возьму у вас? У нас пост сегодня. А помидоры возьмете? Помидоры возьму. А лаваш, лепешку. Мы тоже сфотографировались. Вот твоим фотографии я тебе послал туда. Они очень приветливые, гостеприимные. Мы можем это взять. И так нас встречали почти везде. Вот она стоит одна. Но видно, что она мусульманка. Видно, что в положении, как у нас тут сестры приходят, пол настаёт, говорит, платье в пол. А стоит в парке. Маленько погодя, мужчина подходит. В Барнауле он идёт, а она идёт за ним. Правило какое есть. Как она одета. Это просто редкость такая. Какой вид у ней. Вот с Софией в Болгарии были, а тут красный сайт Татор. Я стою, я гляну, она за рулем сидит одна. Но до того приятно выглядит. А ты сжаб у неё. Ну и сама такая. Я вот так поклонился ей и показал вот это вот. Она улыбнулась и тоже поклонилась. То есть я жестом показал, как это выглядит здорово. А у русских, вот были в Париже, там женщины идут, мусульманки все одеты по корме. Они своё насаждают. Вот в Англии. Зашли они, прямо описывают. Он подошёл к ней, а почему без платка? Вам какое дело? Вы покупать будете? Покупайте. Сестра, надень платок. Мы проверим, завтра придём. И что? Мы сказали, проверим. Ты не знаешь, кто мы? Она побежала к директору, и директор говорит, кто такие? Да что сказали такое? Надень сейчас, и сказала. Они развернят завтра у нас в магазин. Мы даже вообразить это не можем. А в следующий день, я уже не знаю, как, конечно, она сделала. Всё, молодец, сестра. Ты спасла себя и своих. У него, ты должен бороться. Она думала открыть дом, дом такой, который мужик был, принимает. А они сразу к ней, зашли, сестра, убери отсюда, не позорь нашу нацию. А у нас уже никак у неё, зайдёт у неё, там отдохнёт вещонок. Мы очень непохожие друг на друга. Очень. Я вот разговариваю, жена Мулы, кто из них приедет, и чтобы жена священника пошла к ним и дальше говорила, даже говорить не надо. Я не заботу к этому. А я говорю о Христе. У них Библия лежит, книга своя, Коран. Она всё знает. Я знал с очень хорошими мусульманами. И мне вреда ни один мусульманин не сделал, нигде. Мне нужен был урюк. Вот там, яблоки сушёные. Я на Багзаре был, поговорил с ним, говорю, а у вас мешок будет? Будет. Я попробовал, очень хороший. А привезти можете? Я ему дал адрес. Куда? Тогда Никитина была. А сколько надо? Я говорю, шесть мешков. Шесть мешков. Так я продам, и зато домой уеду. Сыну назначил. Ну, раз берёте, я подошли, я сделаю. Я говорю, у вас если гнать будут, и вы запомните мой адрес, вы можете ко мне прибежать. Я тут такое в шорах устрою. Мы поднимем, у меня близкая знакомая, а милиция, КГБ, мы всех людей поднимем на ноги, если вас будут русские преследовать, из-за того, что вы не такие. У меня очень хорошее отношение, и поэтому письмо это продолжим дальше. И второе, это старообрядцы, лютые звери. Ни одно занятие у вас не проходит без упоминания этих двух. Так, подожди. Значит, человек пишет, редко бывает на занятиях, ни одного занятия не было. Это обман. Сущий обман. Не надо говорить про это. Это они, если травить, я тогда могу и ответить. Я еще ни с одним не разговаривал, ни звуковыделил, когда последнее-то было на парке-то. Я ни одного звука не издал. Я с ними говорил, но если не поступают, я так и называю. Вещи своими именами. Лютые волки, друг друга пожирающие. Это свирепый вид. Почему? Если им надо знать, я им назову, кто пишет это, он ничего не знает. К ним перешел один экстраврионарный профессор Санкт-Петербургской академии, Семенов, ну ему, епископ Михаил. Его поставили куда-ка нас. Он претерпел, к старобряцам перешел. Его доверили домом в помешательство. И так и погиб. И 47 лет, кажется, жил всего. Семен Дурасов, ваша бабушка знает, встречала старобряцкие священники, когда он им все высказал, как они с ним поступили. А то он живой сейчас. Это не секрет. А тут у них был этот, силуян. Что-то там, ну что-то не знаю, такое прям совсем ничего. Они его побили кулаками. И кто? Дядя ваш один, а другой ВОО Долгов. Вещь неслыханная. У нас поехал Андрей Федотов, еще он руководитель новосибирского старобряца, Клироса. Ну, старобряще, белокринская иерархия в Москве. И там он то ли ноту взял, не ту морозовскую пеню, они его сразу вышли, говорю, оттуда. Я знаю, не понаслышке. Третье поколение растет, а я у них там был месяца два, три, ну, может быть, даже четыре, не знаю даже сколько. И они третье поколение выращивают лютой ненавистью ко мне. Не видали, не считали, не знают. К его дяде, как дядя Сергей. Попала моя книга. Ваша книга у меня в туалете, только. У меня в ней только три тысячи ссылок на Библию. Это дикие звери, могут только так делать. книги мои, которые в самой центральной библиотеке имени Ленина, в исторической, парламентской, у самых видных людей мира. И, ай, он его в туалет. Ну, я смотрел, что-то, что-то случилось с людьми. Они ненавидят, не каньяни. Библия неправильно переведена, не каньяни. Вот у меня издана, они нападают, не каньяни. Это они нападают, не я. А они считали, да нет. Притом, это не кто-то больше всех, а родственник. Родственница выступает. Батюшка наш уже сколько людей знает, тысяч. И когда посмотрел, что она там пишет, я, говорит, в ужас пришел. Я, говорит, был и сказал, давай, Молодя, договоримся. Вы никогда не будете каким Игнатием. Вам не стать такими. И он таким не будет, как вы. Ну, жить-то надо как-то. Он не слышит, говорит, там сейчас, второй, а говорит уже 50-й раз, а там помешательство полное. Такая ненависть аж из себя выходит. Говорите о любви. И какая любовь-то у вас? Так вы нападаете на него, да, да, грубый. Но почему грубому человеку едут, и сколько которые люди ново приходят, а вы такие любви убили, ни одного человека нет нигде. Ну, вопрос это сам себе задай. Ни одного нету, нигде. Мы вот послезавтра встречаем новые люди из разных городов и стран. Это не просто так. Это батюшка говорит. И говорит, такой ненависть, вот как старобрядцы сейчас говорят. Я, говорит, не встречал где-то. Это женщины говорят. Столько ненависти. Там и на батюшку, и на все. Я отвечаю только по письму. Занятия были, я не говорил об этом. И дальше на каждом собрании это неправда. Без упоминания этих двух примеров. Надоело. О, надоело нету. Надоело. Во-первых, нету. А раз нету, значит, ты не знаешь это. Я сейчас сказал, о мусульманах во вредной это было. Ну, любой скажет, что это соответствует действительности. Их два миллиарда. Два миллиарда уже на земле их. Конкретно датами я называю цифрами. Говорят, а сколько, сколько? За 1400 лет ни одного дома пристарел. Еще? Мне интереснее слушать отца Андрея Ткачева. Он, в примере, приводит Жития Святых, и это намного интереснее. Отца Андрея. Ты с ним побочишь, отца Андрея. А почему у него на первом месте мои книги стоят? Отец Андрей не смотрит, что торговля идет, в это время повернули только. Это его паства. В бревках одеты, накрашенных, никого не видят. Да, говорит, хорошо. Говорит на разные... Вот когда встал, это болезнь, то он из алтаря вышел, надел на себя противогаз, и в противогазе стал говорить. догадывает, что дальше с нами будет-то где-то. Я не против, но у него нет паства никакой, которой он занимается, никого нет. Одна женщина только хотела грех исповедовать, еще одна только ломиком вас нужно учить, и через колено на него напали за это. Она не знает, это кто пишет все это. Он, насколько я знаю, он полковник. И он восстал против гей-парада в Украине был и бежал оттуда. Он герой настоящий в этом вопросе. Ну, интересно, на дому дает интервью, огромная библиотека и останавливается на моих книгах и стоит на одном месте. И когда он вышел с Библии первый раз, он говорит, это он от вас набрался уже. Не знаю. До этого никогда в руках Библии не видели, а тут и Библия в руках, прям с Библии к народу выходит. Вот и все. Слушай его чаще и ты увидишь, что мы не враги никак. Он в моей молитве каждый день. И кто это пишет? Милаева. Кто это такой? Сегодня мне вот эта записка пришла. Я ее не считал, не знаю. А мы каждый день молимся об этих людях и о том, кто это написал. Дня не было, чтобы мы не поминали. Вот и все. Недак-то не вышли. Вопросы не вышли. Да все. Сговорим. Сейчас поблагодарим Бога. Благодарим. Аминь. И Матерь Бога нашего, честнейшую хирургию, и славнейшую, без сравнения, Серафим, безрестненья Бога, Слово ручную, сущую Богу, Родицу Тя не вечает. Все, помолись Богу, поблагодарю их. Господи, мы благодарим Тебе за эти занятия, за то, что Ты даешь нам время, возможности собираться вместе, изучая Слово Твое. Научи нас быть не только слушательными словами, но и исполнителями во всех делах наших. Аминь. Спасибо.